Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня греша. Номер 423. События дня. Евангелие от Матфея, 19 глава, 8 стих. А сначала не было так. 7 февраля 2013 года. Почему главу от стиха черточкой отделяет? Система не пропускает двоеточие. А когда уже будем выставлять в интернет, самые последние только строчки разрешают тогда переменить. Почему, тоже не знаю. Говорят, вот события дня. Тут начинаешь говорить, события дня, у вас почти ничего нет другое. Надо как-то по-другому озаглавить. Никак. Это события дня, что в этот день мы получили этот товар. Что я его получил. События какие были? На самом деле и сказать-то нечего. Потому что это наше переживание. И кроме того, узнали новый материал божественный. И мы его вставляем. В этот день мы обнаружили. И вот один пишет. Если банкомат сделал карту и намертво завис. Вот. Что значит съел? Вот выражение. Как банкомат мог съесть карту? Жевал зубами или как? Что значит съел? Кто знает? Ну дальше. Житейская хитрость. Если банкомат съел карту и намертво завис. Опробовано лично мной под диктовку специалиста из контактного центра. Нажимайте на клавишу отмена и держите ее 3-5 минут, не отпуская. Банкомат будет пищать, стонать, плакать, жаловаться на жизнь и употреблять нецезурную лексику. Не обращайте на это внимания. И клавишу не отпускайте. Аппарат будет жаловаться на жизнь, трудности и все. Вот понятно, сколько юмора. Старообрядцу никогда так не сказать. Во веки веком. Дальше. Когда этот железный мучитель наконец-то сдастся и высветит на дисплее предложение отменить операцию, не отпуская клавишу отмены, нажмите на дисплее пальцем другой руки. Вариант да. Ваша карта снова у вас в руках. То есть он не изжавал, можно вытянуть. А значит ты порвешь и карта пропала. Ну хороший совет. Да, хороший. А что порвешь-то? А? А что порвешь? Если не знаю. Ты порвешь и карта пропала, вы говорите. Ну карту-то вы, которую карточку он зажал, не отпускает-то. Ты никогда не пользовался картой-то? У тебя нет ее? Я, вы не то понимаете, совсем. Не понимаю, ну даже не понимаю. Ладно. Сергей Игнатов. Смотря ответы его в советы Хатабыча, смеяться хочется. А слушая романа, сердце кровью обливается. Видите, сколько друзей приобретает. То есть полюбили человека. Ну еще вот. Полюбил Хатабыча больше, чем истину. А ответы советы Хатабыча смеяться хочется. Это пишет человек верующий. С праздником покрова Пресвятой Богородицы. Это раньше, наверное, было. Игнатий Тихонович, делать все с задором, юношеским огоньком, как умеешь ты, это настоящий божий дар, который дан достойным людям. Я бы рад, чтобы гореть, а не тлеть, но не имея должного бойцовского характера. Да и лентяй еще тот. Еще тот. Это о себе говорит, а человек юрист с Украины. Прошу еще раз твоих молитв, как бы у апостола Павла, чтобы быть мне не теплым, а горячим в деле служения Богу. Сергей. Вот так. Ну это он пишет. Ну теперь посмотреть наши ресурсы. Вот первое. Это мой мир. Тут у нас много чего есть. Сколько видео здесь? 5215. Это наше видео. Сколько фотографий? Фотографии 17971. Это наши фотографии, не чужие. И то, что мы выставляем, видите как? Вот Новый Завет, я показываю, который у нас, толкование с откровением вместе идет. И оно как будто бы похоже даже, да? Люди отпечатала. Это сама система выставила занятия о событиях дня. Кроме того, у нас есть форум. Форум большой, я покажу сейчас, что здесь пишет. Кто? Алексей какой-то. Ден. Ну не буду копировать. Мир Божий вам, Игнатий Тихонович. У меня такой вопрос. Как может, например, Святой Николай услышать молитв сразу двоих или более людей? Он ведь не Господь Бог, который вездесущий и всемогущий. Зачем молитвы святым? Ну это молитвы святым зачем, это один вопрос. А как можно слышать, это другой вопрос. Вот здесь, да, на форуме, вот, сейчас я выведу на первую страницу, новое сообщение надо нажать. Вот новое сообщение сейчас выводит его на общие, а вот здесь вот не три. Общий поиск. Общий поиск. Если ткнуть, вот сейчас, сейчас мы ткнули, так, вот здесь. Святые. Напиши. Рамочка. Святые. Найти. Посмотрим, что она нам выкинет. Ну тут это зависает, не идет. Ну понятно, вот православный форум. Житие и страдания святого мученика. И дальше читаешь. Отца нашего льва. Другое. Ну тут не указано, наверное, не это. Так. Молитва святым. Напиши. Видите, мы меняем сейчас. Она выкинула вообще святых. Святым. Отключаю. Найти. Но она, видите, у меня медленно тут работает. Что тут? Это тоже самое выкинуло? Ну, я не знаю. Тогда надо о святых зайти на наш сайт и там посмотреть. Житие святых и прочее. Почему молиться? Потому что любовь не нарушается. У Бога все живы. Они находятся в вечности. И мы считаем, в книге Маковейской даже есть такое. Говорит, видел молящихся. Кто молится там? Иеремия, Ония. Молятся за народ израильский. Да и так понятно. А чем они там занимаются? Ну вот они святые где? Если души нету, как вот свидетели Иегова признают они. Эти лжесвидетели. То и вопрос отпадает. У Бога все живы. И он этим саддукеям, которые приступали-то, и он ответил. Я Бог Авраам, Исаак и Иакова. А что они? Молятся? Они радуются в Господе. Церковь состоит как бы из двух частей. На земле страдающая, на небе торжествующая. А как одновременно может слышать? Божья милость. И поэтому открывает им так многое. Откуда это известно? Ну, откровение 6 глава 9 стих. Они знают не об одном месте. А они знают о многих, которые их мучили, которые убивали. И обо всем знают, что делается на земле. Что они еще не отомщены. Далее у нас есть большое. Это наш видеоканал. Видеоканал. Сколько подписчиков? 6128. Просмотров. 5 259 880. То есть маленько народ приходит, слышит. Каждый день выставляется 5-6 роликов. Вот смотри, какой большой ролик. Вчера Екатерина одна беседовала. И сейчас 48. И мы уже сегодня выставили. Вчера ночью беседовали. Ну и по милости Божьей уже все закачалось. Вот заходи сюда и находи. Вот вопросы-то дают, которые по телефону звонят. Ну вот вы говорили горизонт. Вот такой-то, что земля круглая. А как это узнать? Оказывается, очень просто. Гладь озера, застывшее, ровное, как Байкал. В Америке тоже есть. Человек, рост его известен какой. На шаросли смотреть, где. И материю кладут на ровно, чтобы не поднималось. Где-то красная, 4,5 километра. 4,550 тема, что это уже не видно. Смотрит в бинокль, исчезла. А куда она исчезла? Ну ровная же. Всего 4 километра нету. Тогда ночное время начинает. И ночное время показывает. То же самое, 4,5 километра. Когда у человека рост метр 75. А дальше двигают, дальше фонарь. Ну это опыты люди разоделают. Все, нигде нет. Ну куда оно делось-то? Человек там стоит, у меня ровно ничего нет. 4,5 километра, больше не видать. Никто никуда не лезет. Но с уровня своего, вот смотрите. Ну раз он земной шар, в виде шара-то не плоская. Она плоская, так бинокль-то я смотрю. Подзорная труба, я за тысячу километров звезды могу видеть. Ничего не видно. Он скрылся. И теперь дальше поднимается. Уровень десятиэтажного дома. И показано, сколько километров. Ну прошлый раз мы смотрели это дело. Я даже могу показать здесь. Сейчас, чтобы не голословно было сказано. Вот смотри. Вот здесь посмотри слово Г. Есть, нет? Это какая буква? Горизонт. Можно вот так нажимать букву Г. Вот Г, 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 Г. Г, вот горизонт. Подожди, молодец. Вот я не знал это, что буква Г. Ну вот вон синим горит оно все. Вот это вот? Ну вот это горизонт один. Горизонт внизу еще какой-то. Ну вот оно. На поверхности земли. Метр семьдесят пять. Четыре и семь километра. Стоя на земле. Но это говорит не точно. Иногда бывает четыре и восемь. Иногда сильное воспарение, когда идут. И колеблется, и закрывает. Дальше. Высота на двадцать пять метров. Где девятиэтажный дом. И уже смотрят. Девятиэтажный дом. С этой высоты. Семнадцать километров. За семнадцать и девять десятых уже ничего не видно. Бесполезно. Двигают. Двигают еще на сто метров. Не вижу ничего. Видел. Ясно, четко. Дальше. Колесо обозрения. Я не знал. Сейчас специально материал достал. Оказывается, у нас стоит. Вот чертово колесо называют. И поднимают. Там ужас какой. Вот это что есть. Одна ось, кажется, полторы тонны только. И вот они корзинки. В каждую корзинку там человек пятьдесят. И поднимают корзинки. Сколько? Две с половиной тысячи человек поднимают. И как это не боятся. И на какую высоту поднимают они? Колесо обозрения. Десять метров. На пятьдесят метров. И медленно поднимаются. Двадцать минут. Один поворот делает. На двадцать пять и три десятых километра. Это все исследовано. А сколько весит это колесо? Две, кажется, с половиной тысячи тонн. Это полный состав железнодорожный. Сколько туда ушло? Стоит того. Дальше воздушный шар повыше. На сколько? Сто пятьдесят метров. Видно на сорок три и восемь десятых километра. Кладут материю, видно. Красная материя ровно лежит. Подняли, все исчезло. Почему? Так оно круглая земля-то. Дальше. Гора. Сто пятьдесят девять. Там другое исследование идет. На два километра подняли на гору. И сколько видно на сто пятьдесят девять и восемь десятых. Ну, тот, который считает плоской, пусть он отметит. Вот видим сто пятьдесят километров и восемьсот метров. И дальше сразу исчезает. Передвигает. Ночью фонарь. Сто пятьдесят видно. Сто пятьдесят один уже не видно. Куда он делось? Но его можно увидеть? Можно. С самолетом, когда поднялись, на сколько? На десять километров. Уже видно на триста пятьдесят три. Уже в два с лишним раза больше. А уж космический корабль летит на высоте триста пятьдесят километров. Никакой твердей нету. Уже безвоздушная. И на сколько видно? На две тысячи сто четырнадцать километров. Вот этот спутник, где летит. А то опыт? Да, опыт. А я не буду соглашаться. Это твое дело. Не будешь соглашаться, значит, будешь видеть только то, что под носом. А то и это скроется. Ну и у нас еще большой ресурс есть. Это... Закрыть надо. Это у нас во свете Библии сайт. Большой библейский православный сайт. И вот самое ценное, это четыре тысячи сто два четыре ответа по темам. Вот мы рассматривали пятьдесят пятую папку церковь. Что об этом было сказано в наших книгах «Открытый мух». Об этом уже все отвещали, посмотрели. И снова открываем. «Контр-ЛА» высветили. «Контр-ЛС» прицепили. Открываем. Так, это не то открыл. Надо открывать другое. Это вот. «Вордовская». Не каждый имеет даже эту программу. «Контр-ЛА» возводим на двадцатую величину, чтобы можно было считать и снимать. Вот есть какие вопросы. Это мне задавали в университетах, по радио. Так. Вопрос четыре тысячи восемьдесят второй. Тридцатый том открытым оком. Авторитет Диамида растет или падает в народе. Могут ли его анафемы на патриарха и архиереев как-то сказаться и на судьбе России? Или это уж вовсе пустое занятие у него? Знаете, какие вопросы. Люди знают. А почему? Это впервые за последние, может быть, 30-40 лет первый епископ открыто высказался против священноначалия. Священники были. И поэтому такое внимание было. Это моя клиентура. Студенты, преподаватели задают вопрос. Ответ меня. Ни один из этих вопросов совершенно не интересует. Если бы Диамид жил в моей комнате, то он бы и снег чистого двора, и уголь носил. А побеседовать мы могли бы и в присутствии братья его, и нашей. От авторитета человека ничего и нигде не зависит, если его дела не в духе святом. Предположим, что Диамида бы сейчас избрали патриархом после смерти Алексея. И что? Он ничего нигде не смог бы изменить, кроме того, что прекратились бы встречи с иноверцами. На благовестие попов он не послал бы, и каноны исполнять бы попы не стали бы, а его власть тут же заменила бы. В нем не апостольский дух. Можем дать одну статью постороннего человека на эту тему. От редакции РП. Вот так. Это статья, опубликованная в так называемом русском журнале 21 октября 2008 года, как и всякая попытка разобраться в современных событиях с либеральной умеренной колокольней, полна нелепостей, домыслов и даже откровенного вранья. Это я говорю, оттуда статья говорю. Но оно весьма показательно с той точки зрения, что даже такие вот можеговые, можеговых, что-то непонятно, уже понимают, дело Диамида просто так не закрыть. И можеговские стоны, а падение авторитета патриарха не случайны. Они отражают тот очевидный факт, что авторитет иерархов, вероотступников в народе Божием неудержимо падает. А компенсировать это падение они могут только опорой на силу нынешней государственной власти. Но власть эта взамен потребует, конечно, ответных услуг. Ишь, как понимается. Вот и вся нехитрая формула современной церковной политики в том виде, в котором ее ныне проводит наше патриархийное митрополитбюро. Однако на штыках, как известно истории, сидеть очень неудобно. В известном смысле тот либерально-алармистский, или говоря по-русски панический поток сознания, который изливается на нас со страницы этой статьи, является своеобразным симптомом русского возрождения. Уж если до таких, как Моможегов... Это фамилия, почему Моможегов так? ...доходит, что нынешний курс московской патриархии в ведомой кучке предателей Христа... Ведомой. ...ведомой кучке предателей Христа и церкви ведет в пропасть, то все не так уж плохо. Господи Иисусе, помилуй нас. Даже понимает, и то уже неплохо. Даши кавычки открыты. Итак, епископа Диамида наконец-таки разжаловали в монахе. Чего надо сказать, он давно и нецеленаправленно добивался. Конечно, сенсации это извержение, в отличие от решения летнего альтериевского собора, не стало. Все его ждали, как какой-то неизбежной черты, за которой... А вот что за которой, никому по большому счету до сих пор непонятно. Официальная структура РПЦ продолжает твердить о кучке маргиналов. Поддержать Диамида у стен патриархии, и правда, собралось всего-то человек 15. Диамидовцы продолжают принимать устрашающие позы и упускать воинственные воззвания. Все менее связанные и адекватные. Вот, например, 6 июля... Не связанные, а связные. Связные. Да. Связные. Да. Связные, наверное. Да. Вот, например, 6 июля в Анадырь был прислан архиепископ Марк, взломавший замки в Анадырском храме. 6 сентября патриархийная команда взломала контейнер с личными вещами Диамида. А 6 октября состоялось заседание Синода и извернувшего Диамида. Получается 666. Это цифры. Какого? 6 октября? Заметь. При храме 6 сентября, 6 июля. Они берут три шестерки. И что? Получается 666. Торжественно заключает некие чукотские монахини в открытом письме, опубликованном на корда.ру. Понимаете, чем занимаются? Я на это отвечаю. В сумасшедшем доме на валенке женятся. И что теперь? Пожалуйста. А всех парадоксальней при этом оказывается не всегда, как всегда, не предсказуемый дьякон Кураев, который прямо говорит о том, что в связи с казусом Диамида, кавычка, наша церковь сейчас и уже не первый год балансирует на грани раскола по масштабам сопоставимого с расколом 17-го столетия. И всего ближе к истине кажется именно он. Что заставляет нас делать такие выводы? Чтобы связно представить свои соображения, выложим их в три захода. Итак, первый вопрос. Что будет с Диамидом? А на фемастово 17-го июля 08-го года патриарха Диамид явно перешел последнюю черту здравого смысла. Вот и все. Чем перешеркнул весь нажитый прежде моральный капитал честного, искреннего, за идеи радеющего борца бессеребренника. То есть он остался, конечно, и искренним, и радеющим, только, увы, безнадежно перешедшим границу адекватности. Моральным банкротом, человеком с огранью нервного срыва. Не удивительно, что большинство, с любопытством наблюдавших и отчасти сочувствовавших честному народному епископу, покрутили пальцем у виска и отвернулись от Диамида. Здравомыслящие консерваторы. Вот, которые сейчас начинают, земля плоская, то другое, только у виска покрутят и отойдут. Ни авторитета, ни истины, ничего нет. Он перешагнул патриарха, сенок, всех под анафему. Да кто ты такой? И как ты докажешь? И как это всех можно? И кто встречался с патриархом? Ну, то есть явное дело, что если так брать, так и само начало его неправильно было. Дальше. Здравомыслящие консерваторы испустили вздох разочарования и тоже отвернулись. Нездравомыслящие впали в прострацию и потребовали от Диамида объяснений. Таковые вскоре последовали, таковые вскоре последовали, внеся еще большую семятницу в умы, еще более все запутав. В ответах Диамида, недомевающим читателям алармистской газеты «Дух христианина», досталось и святому патриарху Тихону. Уже и до дня Господа Бога осталось недалеко. С момента злополучной анафемы сторонники Диамида находятся в томлении и смятении. И самому Диамиду явно все труднее, оказывается, удерживать свой разум от распада. Разум от распада, иначе мозги вообще Бог смехнет. Дорогу не поймешь, где твой холодильник, где туалет. Всякий раз, как только он в очередной раз открывает рот, с языка его слетает что-либо, что-то еще более дикое, чем предыдущее. Ну вот понятно. Дух лжи входит, и тогда человек не понимает, что говорит. Дикое, несуразное, неприемлемое. А я стою на этом. Значит, что-то где-то уже прописано. Вот, например, телеграмма, посланная Диамидом в ответ на приглашение его на заседание 76 октября 2008 года. Он пишет. Блажен муж, и не еди на свет нечестивых, и на пути грешных места, и на свидалище губителей неседи, точка. Скорблю, что РПЦМП рота ада одолели, запятая, и она сделалась служанкой антихриста, точка. Епископ Диамид Анадырский, Чукотский, РПЦМП. Апостол говорит, требуя суда кесаря. Христос не уклонялся отсюда. Апостолы не уклонялись. Они на соборах на несколько месяцев лет собирались и громили. А здесь нет. Его призывают, а он нет. Почему не поехал-то? Денег нет или что? А все, на совет нечестивых, значит. Ну вот и ответ. В общем, грузите апельсины в бочках. Так, братья Карамазовы, из персонажей героического, Диамид стремительно превращается в многострадального отца Федора. Воистину, кого Бог хочет наказать, лишает разума. Вот и все. Я одного спрашиваю, говорю, вот читаем псалтырь, и написано, Иосифа в плен там продали братья. Душа вошла в железо. Что означает железо? Латы надел. Ну что можно это сказать? Железные мозги. Да какие там латы? В тюрьме. Или где он там был? Аграрная страна. Никто латы не знал, вообще не было. Это еще вроде бы он вошла в железо. Не железо на нем, а в него. Он вошел в железо. Да ясно дело, что вошла в железо. Цепи надели на него. Он в узок сидит. Да и может не железо, а просто образное выражение невозможности вырваться. И что дальше? Так, и что ждет теперь разжалованного епископа, думаю, предсказать нетрудно. Судьба Попа Гапона. Не физической смерти. Боже упаси, говорим, но а моральной. Ну что, Поп Гапон повел, под расстрел людей вывел, а потом нашли задавленный в шкафу. Но праздновать победу патриархии все-таки рано. Ибо то, что происходит сегодня, не политика, как и видится. Всюду-то и видится одна только политика. А трагедия, трагедия рока. И развивается она по своим законам, законам трагедии. Итак, второй вопрос. Что будет с патриархией? Ничего хорошего. И прежде всего, потому что в ланафемах Диамида есть ее немалая заслуга. Более всего потрудились над этим митрополит Кирилл и епископ Венский Ларион. Патриархии и расплачиваться по счетам истории вместе с Диамидом. Все в сегодняшней РПЦ держал до сих пор лишь на вторитете патриарха. Епископы с жадной толпой, стоящей у трона. Это одно, а патриарх другое. Так рассуждал народ. Патриарх фигура сакральная. Символ. Даже безотносительно заслугам. Чистоты, святости. Нет, да ты как-то считаешь-то. Фигура сакральная, символ. Дальше меняет тон. Даже безотносительно заслугам. Чистоты, святости, мудрости. Ну, чтобы смысл доходил. Бублишка. Церкви. Анафемы Диамида, взыванной, вызванной безответственными шагами самой патриархии. Этот символ основательно подорван. И это может оказаться для нее роковым. Анафем-патриарху, это, скажем так, метафизическая наглость. Она уже повергла церковное сознание в шок, подобную тому, которому оно испытывало, наверное, лишь одна в 20 веке. Мы имеем в виду заявление местоплюстителя Сергия Острогородского о том, что гонений на религию в СССР никогда не было и нет. А репрессии в отношении верующих применяются за разные противоправительственные деяния, брошенные им в лицо тысячам учеников церкви. Отрекшись от мучеников, Сергий вверг церковь раскол, который она не может преодолеть и поныне, и очередной вехой которого и стал казус Диамида и его анафема. Анафема-патриарху это очень опасная черта, черта, за которой безумие. Понятно? Это людям понятно. Это черта, за которой безумие. Я вот смотрю сейчас в интернете, конца края нет этого безумия. Что бы ни придумали, обязательно идут последователи. Вот придумали слово зомбировать. Что бы ни сказал, зомбируют. А что такое, не знает. Сознание зомбирует. Как его можно? Какими приборами? Никак. А зазомбировали. Дальше. Нарастание которого мы и наблюдаем сегодня в Диамиде. Но не в Диамиде дело. Сам Диамид тоже лишь символ и воплощение. Такие же вещи, как анафема-патриарху в России чреваты. Анафема-патриарху значит все позволено. А что такое все позволено в России, объяснять не надо. Вспомним Россию 1905-1917 годов. Расстрелы 9 января народ царю так и не простил. Оттого так стали популярны последствия кощунства на царскую семью. Всем казалось очевидным, убери царя и все наладится. Но, когда от репутации царя ничего не осталось, все пошло прахом. Царя убрали и страна развалилась. Примерно ту же ситуацию мы можем получить и сегодня. Если авторитет патриарха всерьез пошатнется, патриархия останется в глазах народа лишь с жадной толпой, но уже без золототрона, сдерживающего ее беспредельной амбиции. Амбиции? Амбиции, да. Вернуть патриархии авторитет может только правда. Но вещь эта в большом дефиците, как разум Диамида. Ой, здорово. Дефицит ума, дефицит совести. Я бы так не додумался сказать. Ясно почему. Лишь слишком много эгоистических интересов, денег и власти стоит на кону. Но если авторитет патриархии в народе и сегодня минимальный, окончательно рук тут, как это уже случилось во времена Сергия, русская церковь останется без видимого центра. Итак, третий вопрос. Что будет с церковью? В этом случае церковь будет вернута в жестощайший кризис. Казус Диамида уже разбудил ветры внутри церковной вражды. А его пресловутая анафема перессорила всех внутри самих враждующих лагерей. При этом Диамид разрубил не только опричников, но и церковных либералов, между которыми развернулась нешуточная война. Так недавно новая газета публиковала выдержку из книги «Энских батюшек» под заглавием «Марксизм, ленинизм побеждает церкви». А церковный публицист Рогозянский публиковал на Радонеже ответ на эту работу под нагло провокационным названием «Предчувствие либеральной опричины». Бесцеремонность подобных заголовков – тоже знак полного смещения сознания после Диамидовской анафемы. Смещение сознания. Куда оно сместилось? Вот тогда вот все и будет кверх ногами. В то же время в официальном церковном вестнике вышла глубокая и умная статья митрополите Агафангеле, законоприемника Патриарха Тихона, не принявшим сергянство. И это тоже знак совершаемых перемен. Ветры гласности задули на тихим домом митрополит-бюро. Митрополит-бюро, то есть бюро – это коммунисты, а митрополит-бюро – и рощекисты. Да, я понял. Заставляет церковные власти ежиться и нервничать. И дальше напряжение будет, видимо, только нарастать. Симптомы полномасштабного кризиса церкви становятся все отчетливее. И это не худший вариант, ибо кризис есть в то же время и возможность выхода. Без кризиса русскую церковь ждет либо окончательное потопление методоточивой лжи, либо еще более сокрушительная катастрофа, которая будет грозить уже стране в целом и все составляющие, которые уже пришли в движение. Итак, мы подошли к последнему вопросу. Что будет с Россией? Ты понимаешь, ты не просто считаешь, чтобы люди понимали это, а ты торопишься просчитать, чтобы скорее убежать. Итак, что будет с Россией? Да. Если полномасштабный кризис потрясет церковь сегодня, это все же не будет иметь катастрофических последствий для страны в целом. При этом только в состоянии кризиса, как показывает история, церковь оказывается способна порождать из себя харизматичных лидеров и великих святых, как это бывало во времена митрополита Филиппа и Патриарха Тихона. Но понятно, что Патриархия будет делать все возможное, чтобы погасить кризис зародыша. Понятно и то, что никакой реальной возможности повлиять на ситуацию у нее нет, поскольку нет поддержки в церковном народе. И значит, она попытается втянуть в свои разборки власть. Временно управляющий Чукотской кафедры епископ Марк уже попытался завести уголовное дело на Диамида. Правда, прокуратура благоразумно уклонилась. Есть власть и дальше будет сохранять дистанцию в этом споре славян между собой. Ситуация будет трудной, но терпимой. Если же Патриархии удастся втянуть ее в конфликт, а сегодня под патриотическую истерику это вполне возможно, дело может принять самый плачевный оборот. Знаете, как я говорю, если втянут, если скажут, а что будет, а что другая, а что либеральная сторона, то есть человек размышляет, и как избегнуть этого наказания, и кто виноват, Диамит, нет. Диамит виноват, но ему повод-то дали. Почему? Потому что, ну, живут как не святые, а олигархи. Задушить сопротивление церковных несогласных с помощью административного ресурса ФСБ будет не очень трудно. Подавляющее большинство церковного народа, хоть и робших, но продавшихся заживо, епископов, совершенно при этом апатично. А немногие активные лидеры находятся под прицелом. Душевным лидерам опричены сегодня под следствием. Назарова, выразителя духа непримиримых зарубежников, автора знаменитого «Письма 500», тоже накоплено немало компромата. Потому неудивительно, что под последним вызыванием Союза Русского народа, поддержавшим Диамида накануне заседания Синода, подписи Назарова и Душенова нет. Лидеры опасаются лишь раз светиться. Светиться! Светиться, я сказал. Можно да попытаться и соизолировать и самого Диамида. Впрочем, он настолько сам себя дискредитировал, что трогать его сейчас было бы самым глупым решением. Видишь как? Даже как будто говорит так и правильно, его трогать никак нельзя. Итак, задушить сопротивление можно, но для этого и потребуется активная помощь госструктур. И если власть даст себя ввязать в эту авантюру, это придаст делу совсем иной оборот. Абсолютно правильное рассуждение, умное. Если строящение патриархии с госструктурами сегодня идет по нарастающей, то после этих действий оно станет оттальным. И теперь это будет уже не союз церкви-государства на почве защиты и общественной нравственности, а связанность общей кровью. А подобные союзы, как известно, самые крепкие. То есть вместе, когда власть сбрасывает, и церковь прийти туда же за ней. Взрыва недовольства все равно, конечно, избежать не удастся. Но тянуть его лет на 10 можно вполне. Как это случилось после революции 1905-1907 годов. А к 1917 году, когда болезнь под фигурой умолчания окончательно вызреет, ситуация может уже совсем будет иной. Госбюрократия и номиналкатура РПЦ будут сращены к тому времени намертво. А воцерковление бюрократии и сегодняшней неофитской фазы перейдет в фазу заматерения и борзости, как это случилось сегодня с народными и интеллигентскими неофитами 90-х. И нетрудно догадаться, какого качества будет это воцерковление. Недавний одиозный фильм Шевкунова дает красноречивую тому иллюстрацию. При том, что русские проекты и тому подобные шовинистические идеологи и идеологии сегодня весьма популярны в наших силовых структурах, выращенные уже в инкубаторе РПЦ под благодатными поливами басен о гибели империи, подобные чудовища начнут вылупляться целыми семействами телебюрократии. И через 10 лет подобных драконщиков высших эшелонных власти будет уже не счесть. Если же пройдет вариант раздельного обучения православных мусульман, евреев и атеистов, который усиленно пробивает сегодня РПЦ, то свои первые результаты, разноплановую, разнонаправленную и зрелую ненависть даст ему времени и он. Добавим сюда полное пренебрежение церковниками, социальными проблемами. Добавим брошенных властью, разлобленных и уже подросших к тому времени всевозможных «наших». Добавим люкменов, которых и сегодня уже 10-15% в городах, не говоря о деревне. И черт знает, какую ситуацию в мире перманентно чреватую катаклизмами. Удара в несколько раз сильнее войны в Грузии. Можно оказаться достаточно, чтобы сделать внутреннюю ситуацию в стране совершенно непредсказуемой. И вот, если кризис РПЦ разразится в этих условиях, он повлечет за собой до раскола госбюрократии, и тогда все демоны вырвутся на свободу. Это, конечно, самый катастрофичный сценарий, за которым уже прямо прослеживается диктатура. Представим себе на секунду условных Душенова, Шевкунова и Дугина в виде некоего диктаторского триумферата. В день Опричника и ЧК во имя Христа, предсказанных в разное время Бердяевым и Сорокиным, предположим, что следующая большевистская революция, если она случится, пройдет под черными знаменами православных зилотов. Зилотов. Ну, зилотов. Зилотов. А такие жальщики. Зилот. Симон Зилот был у Христа избран. Следующая диктатура будет освящена именем Ивана Грозного. Пока все, увы, развивается именно по этому сценарию. И, наверное, скоро уже будет понятно, станет ли этот процесс необратимым. 1 Коринфянам 16, 22. Ну, и я делаю, как всегда, эпиграф. Господа Иисуса Христа, Анафима, Маранафа, 1 Петра 2, 2. Как новорожденные младенцы, возлюбите чистое словесное молоко, чтобы от него возрасти вам во спасение. Иоанна 14, 15. Если любите меня, соблюдите мои заповеди. И дальше. Любишь ли меня, апостол Петр? Два раза на вопрос Христа вполне ответил. На третий раз почувствовал, что он приперт. Ты знаешь, все, вдруг превратился в Петю. Любишь ли меня, друг друга вопрошают. Невеста и жених, потом жена и муж. Одни лишь луза и один лишь шарик. Среди невзгод, болезней и многих нужд. Мы любви в молитве ясно пародеем. Привычной теплохладности окно прочистим. Жизнь без любви трагичнее, чем без денег. Корабль без любви напрасно ищет пристань. Бог по любви вселенную создал. Чем пользуемся, это дал он по любви. Наличие любви распострашит беда. Забыт они священник и подзабыл левит. Петр все же доказал свою любовь к Иисусу. Своей смертью Господа прославил. Он руки распростер. Тогда сказал не в суе. Да, я люблю. Весь превратился в пламень. Ах, как хотелось бы на деле доказать, когда раздваиваясь, ухвачусь за выбор. По-честному скажу, что я тону в слезах. Боюсь в чужих сетях не оказаться б рыбой. В молитве ли, в работе, в отношениях. Что строим мы, с любовью или как? И не любви едва ли кто тогда прошепчет. Кричим на сотню, сделав на пятак. В любви все тяготы в тумане растворятся. Надеемся с объектом на взаимность. И чернота давнишняя зарозовеет в красках. Цветы обрящутся и на поляне зимней. Представится ли случай ясно подтвердить свою любовь к Иисусу? Не только на словах. За мной еди на проповедь. Таков его вердикт. Антихрист только будет в проповедь плевать. 29-го. Ты стихотворение прочитал, понял еще о чем? Конечно. Ну слава Богу. Так, о чем здесь? Давай, скажем, диамид. Так. Церковь. Диамидово последствия. Как час будет, так поднимешь руки. Посветают еще минут 10. Все. Так, следующее надо найти. Это мы сегодня уже погасшее поднимаем, а на самом деле это никуда не делось. Оно все еще где-то зреет. Вопрос. Вопрос 4088. Тридцат этом открытым оком. До самого диамида дошло ли, с кем он был в одной упряжке? Надолго ли хватит его запала? Угу. Ответ. Похоже, что размежевание серьезное. Судя по его интервью, он вовсе не намерен быть таким же, как его вчерашние сотоварищи. Если бы он вышел на благовестие со своими друзьями. А если бы он вышел? Нет, окажется, что он нас не воспринял бы, ибо он ближе к тем, кто не пошел на объединение СМП, ибо они также за церковнославянский язык и прочее. Какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? Или какой выкуп даст человек за душу свою? Матфей 16, 26. Какие-то кавычки открыты. Испытания православным Чукотки, которые по-прежнему поддерживают владыку Диамида. Посланы тяжелейшие. Что с заезжим церковным чиновникам в Рио, управляющего Надырской Чукотской депархией архиепископу Марку Тужикову и яромонаху Агафангелу Белых, с кавычков братьей, достраданий православных отца отечественников. Они самим, исповедуясь психологией временщиков, поражены бациллами эгоизма и корысти. Конечно же, человек слаб, особенно если он не укреплен. Православной верой, верой и любовью к ближнему, верой в добро и справедливость, «Используя средства массовой информации, господа пытаются посеять раздор и смуту среди жителей, вместо того, чтобы не только говорить, а и уже кричать о наиважнейших вопросах, связанных с нашей сегодняшней жизнью. Это и по сей день узаконенные государством аборты, наркомания, открытая пропаганда судомских грехов, расстреление детей, глобализация, экуминизм, насилие, демографический кризис, убийство, а все замалчивается. Вот об этом болеет душа владыки Диамида. Об этом владыка сколько раз твердил архиереям, призванным ввести людей ко спасению, а не к их гибели. Готовька Чукотка в одностороннем порядке разыгрывает один и тот же сценарий, предлагая на всеобщее обозрение архиепископа Марка, который с экрана телевизора только и делает, что ухулит владыку Диамида, священников, поддерживающих владыку, и обвиняет с постоянных прихожан храмом в нечистоплотности». А люди, видя плоды, дел владыки Марка, отвращаются, и поэтому вынуждены молиться на квартирах. А это уже нарушение прав верующих. Церковь, как учат святые отцы, должна являться образцом нравственности, терпимости, уважения. «Сказал Господь, берегитесь лжепророков, которые приходят к вам в овечьей одежде, а внутри суть волки хищные. По плодам их узнайте их» Матфея 7.16. Последние делишки совершаются людьми, нанятыми «миссионерами», в кавычках, некогда помогавшими владыке Диамиду. Все в той же бочке, где ранее, по благословению архиепископа Марка, сжигались иконы из храма преображения Господня, совсем позабыв про церковную ставру Пецеста, стих 2.20, который гласит, «Вдовствующие епархии временно управляют архиерей, назначимый патриархом московскими всей Руси. В период вдовства архиерейской кафедры не предпринимаются никакие дела, касающиеся реорганизации епархиальной жизни и не осуществляются перемены в работах, начатых в период предыдущего архиерея. Они подожигают последнее анадырское хамовое имущество. Как же? Впереди престольный праздник. Продукты епископа Диамида, которые присылали с Камчатки владыки его духовное чадо, уже давно разорваны, расхищены и... Что сделано? А, разворованы. Ну не торопись, ну прямо щищетка. А расхищены и унесены хабаровскими семинаристами в неизвестном направлении. Не свое же. Хотя, если судить по последним заявлениям, действиям и решениям церковного начальства РПЦМП, то оно в значительной степени обеспокоено только вопросами, относящимися к объектам собственности, хозяйству и финансам. Ну и дальше понятно. Я сейчас просто покажу, как власть местная относится. Остальное смысл понятия. Мы много здесь считаем, в курсе держим людей. Мы свое-то ничего не говорим. Просто говорим, вот так относятся. А как вы? За Диамида? Нет. Мы за истину. Мы молимся за него. А пошел он совершенно неправильно. Анафемам предавать никого не надо было. Не судите никак прежде времени. Первое коринфорно 4.5. Вот чего он не считал. Патриарха. Да что это изменится-то? 74 апостолия. Тут правил много показывается. Соборные какие. Считать это время нужно будет. И вы выберите время, прочитайте. Если хотите знать правду. Тормозни на этом месте потом. И прочитаешь. Дальше вопросы и ответы идут. Прочитаем. Так. Владыка. Какова цель вашего возвращения в Анадыр? Я себя полномочия как главы Анадырской и Чукотской епархии не снимал. Единственное изменение, которое происходило, произошло в епархии. Ну, не сразу. Это то, что она называется теперь вдовствующей. Вдовствующей является и Московская патриархия. Потому что патриарх Алексей своим поступком на архиерейском соборе нарушил каноны, когда меня сняли с епархии. Хотя на суд церковный они меня не вызывали. А это незаконно. Архипископ Марк, как уже называют его в народе, мрак, поступает нечистоплотно. Грязь льет и везде пакостит. Если Марк, это Буху переставляет, тогда евангелист Марк тоже мрак. Ну, нельзя, там детство какое-то везде. А такой Георгиевский, такой писатель как бы, и он везде все это перекидал. Лавры он перекидывает, врал. Тогда врал его буду называть. Серьезный, Черкасов Владимир. Он прижал, потеряевки был. Возле храма дорожки они пораскидали. И всем говорит, что это Диамид после себя оставил. А там всегда было чисто, никогда не было мусора. Видишь, о чем спустились? О чем разговор-то идет-то? То есть открыто лжет. Вы пытались встретиться с Марком? Которого нового епископа прислали. Я не считаю это нужным и полезным. Понятно как? Ну, как это так? Епископ с епископом нет, нужны встретиться. Даже вот у нас против был тут епископ одно время, Максим Дмитриев. А мы всегда встречались, беседовали. Наш епископ Евтихий приезжал. Мы в епархии беседовали. Ни одной встречи не отбросили. И тогда вместе причащались. Там отец Аким Балтарец служит, а там и все засняли. А уж говорить о митрополите Сергии, сейчас Иванников, алтайской епархии говорить не приходится. Просто от Бога. Такое затища, такая радость, такой обмен мнениями. От Бога оно видно сразу дальше. Ответ нецелевом. А вот я не считаю это нужным и полезным. Если мои личные вещи остались в храме, и мне их не вернули, это порядочно? Ну, стоит ли об этом уже говорить? Он желает сегодня, а завтра не будет встречаться. О вещах можно поговорить. Слуги придут, там семинаристы. Ну, какие там вещи этого епископа? Кроме книжек и ничего не должно быть. Продукты остались у них, которые передавали из Камчатки мои духовные чадо. Я там служил 8 лет, и они до сих пор мне помогают. Это порядочно? Вы, наверное, слышали, что сломали сайту Хабаровской семинарии. Голых девок, говорят, туда понакидали и опять обвиняют диамидовцев. Чего не коснись, во всем виноват диамид. В чем вас сейчас обвиняют? Это вопрос ему задают. Да. В нецелевом использовании средств, которые накопал владыка Марк, вешает на меня от 7 до 10 миллионов в год, утверждая, что эти средства имела Чукотская епархия с храмов. Так если посчитать, то за 8,5 лет выходят примерно 80 миллионов. Сейчас владыка Марк просидел в Анадыре больше месяца. Вот пусть он посчитает наличное, что он получил даже от цен, которые он поднял. Учтет процент повышения цены умножить на 12, а потом на 8,5 лет получит то, что я мог иметь, и то, что я тратил на закупку стройматериала. Если он такой экономист, то пусть прикинет своими мозгами. Ну понятно, что о деньгах, когда говорят, это обвинение, тут видно, что совершенно глупо и дико, они без этого не могут. Вопрос. По нашей информации не хватает каких-то документов. Ответ. Все документы есть. Наша епархия примитивная епархия. У нас народу служащего всего 10-12 человек, и люди все порядочные и честные. Марку далеко до таких людей. Понятно, что владыка Марк выполняет заказ митрополита Кирилла, которого я обличил и произнес ему анафему. Я произнес, ну а дальше-то что? Пиларету Белорусскому и Патриарху за то, что они участвуют в ереси экуменизма, глобализма и цареборчества. Меня обвиняют в несоблюдении канонов, а сами себе противоречат. И еще в 93-м году в западной печати прошла информация про митрополита Кирилла, где говорилось, что он является тайным кардиналом. Но в суд на газету он не подал, а меня обвиняют в клевете. Не подал, вот раз умолчал, то значит такой ты и есть. А если умолчал, о, а ты скандалист, сквалыжник. Он ведет прокатолическую политику и всех нас ведет под власть папы-католика. Известно, что он встречался с папой, целовал его руку, чем выражал власть папы над собой. Мы не против католиков, если они мирно живут и не занимаются проразилицством. И нас, православных, не обращают в католическую ересь. Нет, ну что, так не получится. Если ты спишь по свой сонный характер, не подгоняй других. Католики будут работать, стектанты будут работать. А пусть делают, как мы. Да кто ж так будет делать? Указание прямое дано от Бога. Идите и проповедуйте. Так, известно, что в Москве в католическом храме непорочного зачатия 35 русских россиян были крещены в католическую веру. Там присутствовал представитель митрополита Кирилла. Как сейчас говорят, крышевал, то есть давал благословения на празилитизм. Если раньше с пеной у рта митрополит Кирилл доказывал, что католики на нашей территории осуществляют празилитизм, то сейчас он дает благословения на празилитизм, на наше католичивание. Почему? Да потому что он не пастырь, а банкир, бывший стабачный митрополит. Вопрос. Вы службы не прекратили? Почему прекратили? Продолжаем ездить по селам, служить, свою миссию выполняем? Вопрос. А что со священниками, которые вас поддерживают? Ответ. Они продолжают все так же служить и все решения. Архиепископа Марка в отношении священников недействительны. Они антиканоничны. Вопрос. Вы поедете на Синод? Ответ. Я уже анафема произнес. Свою позицию высказал еще 17 июля. А до этого я патриарх и поминал, а сейчас просто поминаю его место. Патриархия всему миру показала себя с нехорошей стороны на соборе и обнажила свой сатанинский оскал. Мы знаем, что в миру человек болеет и он приносит справку о болезни. У нас точно такие же каноны. Я приставил июль справку. Тем не менее, они объявили меня преступникам. Если бы я хотел выразить свой демарш, я бы справку не предоставлял. Это они преступники церковных канонов и законов, которые там нам оставили святые апостолы и отцы церкви. Канонами надо уважать и им надо подчиняться. Вопрос. Почему вы не пытаетесь убедить Марка? Ответ. Архиепископ Марк это мальчик на побегушках у Петроприда Кирилла. Он выполняет его заказ. А заказ какой? Либо меня в психушку поместить, либо посадить в тюрьму. А для этого надо подокопать Марку на меня компромат. Вот сейчас мой духовный собрат этим и занимается. Я готов стись к тюрьму. И Патриархия еще раз покажет свое истинное лицо. Архиепископ Марк делает все возможное и невозможное, чтобы исполнить этот заказ. Дальше я показываю, где это считать. Вот эта страница пройдет. Ну и вы прочитаете. И потом я даю, как всегда, эпиграф. Ко всему тому, что сказали вверху. Считаю. Так. Как хорошо им. Но Ева ж сомнительным считала все сказанное Богом, хотя не ей, а даму. И Херувим с мечом не пастырь с палкой, стоит у в райских врат. И нам подавно. Перед изгнанием из тепло местечка Господь Чету наказом огорошил, что смерть вошла в них, и они не вечны. Бессмертие лишь в будущем и прошлом. Ты взят из праха, а в прах и возвратишься. И кладбище с тех пор у смерти жатва. Червя могильным стало тело пищей. Все в этой жизни ненадежно, шатко. Конечно, змей про это все прознал. На то он и вражина повсеместный. Пошли болезни, войны, резня. Он Божьим словесам творит в отместку. Решил раскапывать и мощи почитать, кромсать и резать по-шамански гнусно. И режущих в башке одна мечта. Урвать бы святости, как листик от капусты. И не дают в прах возвратиться снова. В ковчежец с ракой запасают трупы. Противники, словам владыки и еговы. Конечно же, и здесь враг просчитался крупно. На вызов, брошенный врагом через монахов, евангельское слово течет из уст Христа. Он соберет частички тел из праха и повелит последний день восстать. Бог называет спящими во прахи. Всех отошедших не будите их, иначе гром по клобукам вам трахнет. Взеряться более прослушив этот стих. 2 декабря 2008 года. Все понял? Да. Дальше. О чем говорит? Церковь. Диамидовые последователи. Вопросами о Диамиде буквально засыпали. Потому что это было настолько удивительно, и никто не знал, чем кончится. Как будет? И вдруг он начал вот это проклинать, а сам там против и телефонов что-то начал говорить. Ну, совершенно, как говорится, несуразное. Ну, и все. Все раскидал. А все пошли бы на благовестие, не обращали внимания. С Марком по-хорошему. Дальше. Вопрос 4089. 30-й том открытым оком. Кто поддерживает епископа Диамида? Они поняли ли, что он хотел сказать? Или просто им лишь бы побуздить? Ответ. Судите сами хотя бы согласно одного документа. Воззвание Главного Совета Союза Русского Народа по поводу обращения епископа Диамида к русским людям. Православные, люди русские, соратники, союз русского народа полностью согласен с духом и буквой обращения епископа Диамида, обнародованного 17 июля, трагический рубежный день 90-летия ритуального убийства богоборцами помазанника Божия, его царственного семейства и верных слуг. Значит, дальше читайте, я буду помещать откуда докуда, потому что это большой материал, у нас времени нет, не каждый этим интересуется, а надо это знать. Просто необходимо, это внутреннее состояние церкви. Кто его поддерживал? Вопрос стоит. Кто? Как они мыслят? Откуда журнал Московской Патриархии? Какой год? Вот все здесь указано. Очень большой материал заложен. Человек верующий должен знать, как и о чем молиться. Вот за Диамида молимся, каждый день. Дальше прочитаю в черное. Сомкнувшись с масонами, заслонив и подменив с собой Христа, и станут теми козлами-провокаторами, которые поведут в бездну, доверившиеся им стадо. Это он говорит о великом инквизиторе здесь. Ну, Розанов тут поминает, грамотно все. Да, церковь великий инквизитор. Дальше. Вот это прочитаете, и тогда будет понятно, какое состояние. Здесь много очень взято из истории. А надо ли это? Ну, не надо, считать не будешь. А надо, знаете, документы эти не валяются на дороге. Я имел эти документы в руках, и стараюсь, чтобы люди тоже были. Уважая своих слушателей, в этом университете задавали занятия, приходилось отвечать на вопросы. Изучали мы Священное Писание по Блаженному Фефилакту, а это вопросы. И вот они пишут дальше, читаем, кавычки. Ясно же, что Андрей Кураев буквально пропитан жидовским шмемана-маневским духом. Меневским духом. Шмеман Александр, а Мене Александр. Меневским, Меневским, Ментовским может быть. Ну, еще ты. Кстати, авторство печально известного обращения Святей Шепатеаха Алексея II перед раввинами. Ну, дальше это известно. Дальше Диаком. Андрей Кураев ничего не смыслит в православии, то есть фактически не имеет православного духовного образования. И дальше. Дальше. Повсеместное предательство со стороны большинства священоначалия, интересов и прав русского народа. Впечатление такое, что это священоначалие совместно с оккупантами жидови стремится как можно скорее уничтожить русский народ. А оставшихся изогнать без резервации. Вот такое мнение. Ну, а дальше, как всегда, я привожу места Писания, которые подтверждают или высвечивают, или научают, как бы объясняют то, что было впереди написано. Какое место? Иисус с нами на день 14. Жены ваши, дети ваши, скот ваш, пусть останутся в земле, который дал вам Моисей за Иорданом. А вы всем, могущие сражаться, вооружившись, идите перед братьями вашими и помогайте им. Откровение 17.4. И жена, облеченная была в порфиру и багряницу, украшена золотом, драгоценными камнями и жемчугом, и держала золотую чашу в руке своей, наполненную мерзостями и нечистотой и блудодейству ее. Ну вот, прочитали дальше. И ничьей квартире. Здесь все исправлено по вкусу на зубок, вплоть до очка морозного сортира. В своей усадьбе можешь показать свое умение и на что способен. Мычит коровка, блеет ли коза, тебе нуждаются все именно сегодня. Как часто тело, как бесхозный двор, в нем нас лишь двери сорваны разбиты. Ворвется и хитро телевизор вор, правитель и артист, масон-грабитель. Ни пса-охранника, ни живности полезной, компьютерной игрой и сексом полонены. Легко к душе заснувшись, зло пролезло, и бесовщина-то реально неусловно. Как быть с душой? Распорядись умело. Роль главную ей выдели охотно. Пока царица и тело не воссело, и будешь плакать, что в момент прохлопал. Престол сознания о единому Христу и Библии святой да предоставим. Наследники подобные во храме возрастут. Ним святости возойдет и над костями. В конечном счете все совсем не наше. Лишь временно с душой соприкоснулось. Сама душа пусть нам об этом подскажет. Не раболепствует перед телом столь сутула. 18-198 года. Так, о чем речь идет? То есть еще. А заглавь. Так, пиши. Церковь. Поняли ли Диамида правильно? Хотя бы так. Что он хотел сказать? Куда потянули? Все. Ушло. Дальше. Снова смотрим. О, кажется, к концу идет. Упирается уже. Еще три. Надо закончить тогда. Тут возвращаться не к чему. Сейчас ускорим. Все это мы скопировали. Там еще два или три. Это у нас получится. В церкви вопрос сегодня мы ознакомим. До конца. Какие дела в церкви были? Ну, а если долго затянется, мне нужно на работу ехать? Нет, ну, не затянется. Я быстро пролесну. А возвращаться неудобно будет дальше. Вопрос 4094. 30-й том открытым оком. Вы часто повторяете и пишете, что ныне не то православие, а новая религия, не имеющая почти никакого обоснования на страницах Библии. Кто еще так понимает? Ответ. Только случайно узнаешь, а в действительности знает только Бог. Нужно быть совершенно безразличным к своей душе, чтобы не увидеть, что в храмах явлена чудовищная подмена. Кавычки открыты. Похоже, верхушка мирового же домосонства пришла к выводу, Кавычки открыты. Дальше что? Что в настоящее время русская православная церковь больше не представляет для нее серьезной опасности. Духоносные пастыри почти все истреблены, а современные архиереи чуть ли не большинстве своим евреям, маскирующиеся под русскими фамилиями. Святые отцы, жившие прошлые века и в наше время, со скорбью и боли предсказывали, каким опасным и страшным будет то время, в которое мы живем. Они говорили о сильном отступлении святоотеческих преданий архиереев и большинства священников нашего времени, о том, что они утратят духовное разумение взамен его будут учить народ льстивой, лживой, недуховной, но мирской мудрости и о том, что они архиереи и многие священники примут антихриста. Так они предсказывали, что будет незначительное число искренних верующих ревностных православных священников и мирян, которые будут искать истинное духовное разумение и стремиться ко спасению души. За их ревность и преданность Господь даст им настоящее духовное видение. Или видение? Видение. Они поймут, какая ложь и фальшь творятся в жизни современной православной церкви. Это очень важно прочитать. Просчитайте потом, кому надо, тормозите и посмотрите. Вырезки тут, шукша, что кто говорил, кукша. Вот здесь вот. Просто смотрите и у вас уже будет настрой. Что делается в церкви? Притом тут это не мое, это просто взято. Царь Петр что это делал? Как теперь масоны в церкви трудились? Большинство архиереев и священников, что? Предали Патриарха Тихона. Ага, перешли на сторону большевиков-коммунистов. И так даже митрополиты в тайных беседах с большевиками добивались того, чтобы Святейший Патриарх был расстрелян. Вот так. Даже трудно поверить в это, но документировано все это. А обновленческое православие со времен Патриарха Тихона? Таким образом набрало еще большие силы, практически охватило всю церковь. Вот так. Теперь мы видим, что это делается. Антихрист будет воспринят новой церковью и ее приверженцами, потому что для этого она и создана, для этого и существует. Вот это место прочитаете, дальше идите. Демократическое. Это состояние в церкви. Редакция имеет свое мнение, как везде пишут еще. Я просто брал материалы разной стороны, той и другой стороны, не отдавая предпочтения никому. И что делали? Мучили их страшными уколами и издевательством в психбольнице. Я это испытал на себе. Дальше. Мы покажем. Последнего папа по телевизору обещал Хрущев в своей безумной ненависти к православию. Гонение продолжалось, с какого года ломали. Отправляли к психушке. Вот оно все говорится. Я это испытал на себе. И не один день, а 26 лет меня мучили. 26 лет. И дальше. Мне, убогому Серафиму, считай. Господь открыл, что на земле русской будут великие бедствия. Православная вера будет попрана. Архиереи, вне церкви божьей и другие духовные лица отступят от чистоты православия. Из-за этого Господь тяжко накажет их. Я, убогий Серафим, три дня и три ночи молил Господа, чтобы он лучше меня лишил Царствия Небесного, а их помиловал. Но Господь ответил, он и помилует их, ибо они учат учением человеческим, языком чтут меня, а сердце их далеко отстыд от меня. Я не знаю, указано тут или нет, нету. Это настольная книга священнослужителя, 3 том, 601 страница. Ну и дальше прочитайте. Это очень важно для людей. Знать это. Чтобы делать правильно. Молиться за патриарха, за всех. Что? Им народ доверяет. Привещается им и не подозревает, что эти священники-обновленцы постепенно втягивают их в новое листивое мирское православие. Вот. Как? Значит, с названием пишут. Создавалось? Создалось. Или создалось? Создалось. Создалось. Придумалось новое политическое, совершенно недуховное, философское, а по сути ожидавленное православие. Церковь схвачена внутри. Схвачена. Все. Да, и теперь... Совершенно не верующие в Бога. Люди не нужны масонскому правительству. Атеизм теперь уже не выгоден. Видите как? Это все показано, как именно, как церковь. Тормозни, просчитай. Если ты нуждаешься в этом. Готово материал? Вы его вряд ли где найдете. Конкретно по вопросу. Ибо что? Ибо достанут уже христы, уже пророки, и дадут великие знамения и чудеса, чтобы прелестить, если возможно, и избранных. Ну, ничего не надо. Священники. Евреи, принявшие сан специально для тонкой и осторожной обработки русских людей. Ну, вот это я не знаю. Это просто первого материала. Ну, как они, в мини-юбках, тут и прочих, в шортах, в церкви такое. И что, воспитывается новое. Подповерхностные православные, не знающие, в чем корень духовной силы православной веры. Постепенно подготавливаются и прихожан к восприятию антихриста. Вот так. Ни больше, ни меньше. Дальше, что Ефрем Сирин на нашем времени говорит? Это о состоянии церкви. Вот это место просчитать. Тормознуть и просчитал дальше. Опять тут передвигаем мы. Ну, и как всегда, я даю эпиграф. Ко всему, что здесь говорится. То есть, вот как бы надо, и это подводит итог всему. Дальше. Так, и будет вместо благовония, зловония. И вместо пояса будет веревка. И вместо завитых волос плеш. И вместо широкоепанчи узкое вретище. И вместо красоты клеймо. Исайта 23. Узкое вретище, узкое. Ногой не может шагнуть, юбки делается разрезом. Дальше. Рим 1.25. Они заменились истинно Божию ложью. И поклонялись и служили тварей вместо Творца, который благословен во веки. Аминь. Проводникам за честность и честь хвала. Известны им тропинки, повороты. Их славу хищники бессильные расклевать. Немало из таких попало в патриоты. Такой, понятно, не сидел на месте. Не заблудился при любой погоде. Его враги стараются улестить, считая в замыслах своих пригодным. Гид в городе ведет экскурсовод. Музейный хлам по книжному распишет. Туристам праздным звание поднесет. Как правило, в тепле, на этажах под крышей. Но на духовном поприще знать путь. Не заблудить доверившихся скопам. Не завести невежд в анархию капут. Когда заблудшие за ним идут охотно. Из лже-сусанины сегодня легион. Сусальным золотом слепцов всех ослепили. На крестный ход с иконами гапон. Ведет к роднику, а топит выли. Проводники предателей чужой патриархии. К сектанству лютому, чужим желтолкованием. Под ризами гигантом топорщится рахитик. И в небытие ли спаствует темный канет. Следы Христа, апостолов, пометки. В любом вопросе, при любой эпохе. Блажен, кого такой путеводитель встретил. Где без Христа широкий путь в отметке плохо. Проводники, ведите в жизнь на родники. Лишилась вас бескрайняя Россия. Вели святые старцы писаний вопреки. Лжепастыри кровавые взбесились. У верующих всех творит проводниками Христова благодать. Водитель Дух Святой. Со страхом Божьим в Писание вникайте. Курс на Голгофу. Там вас ждет Восток. 15-18-18-го года. Игла. Записать. Церковь. Какое нынешнее православие? Не видеть этого нельзя. Все. Все, заканчивается. Они могут быть маленькие. Я быстро промахну их. Час 8 минут уже. Так, что? 1 час 8 минут уже. 8 минут. Ну, тогда как оставить это? Ну, да, оставить это много тогда. Ну, не забыть, что тут одну мы уже засветили. Все, тогда заканчиваем на этом. Покажи там. Если мы откроем завтра, чтобы знать, что одна у нас...